Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Книга и это новости Ленинского городского округа. Сегодня в выпуске вы увидите. Состоялось 61-е внеочередное заседание Совета депутатов. Это всегда тот мостик, который вынуждает говорить о том, что сделать не успели, а о том, что сделать предстоит. Сотрудники московского газоперерабатывающего завода отметили 70-летие предприятия. За хорошими производственными показателями стоит большой и огромный труд всего вашего коллектива. Очередной эпизод проекта «Стихи живут повсюду». «Я, как древний коперник, разрушил, Пифагорова пень и светил, И в основе его обнаружил, Только лепит и музыку крыл». В здании администрации муниципалитета прошло 61-е внеочередное заседание Совета депутатов Ленинского городского округа. Подробности в нашем следующем сюжете. 23 депутата к ворум есть. Основным пунктом повестки заседания Совета депутатов стал вопрос об оценке деятельности главы Алексея Спасского и администрации Ленинского городского округа по результатам работы за 2022 год. Сам отчет об итогах социально-экономического развития муниципалитета в прошлом году и задачах на текущий был заблаговременно предоставлен народным избранникам. «Для меня отчет всегда был не то, чтобы похвалиться то, что мы сделали, потому что и открывали какие-то объекты, и разрезали ленточки с участием в том числе Совета депутатов в тех территориях, которые закреплены за вами в ваших избирательных округах. Но это всегда тот мостик, который вынуждает говорить о том, что сделать не успели, о том, что сделать предстоит». В зоне особого внимания руководство муниципалитета, социальная политика, экономика, здравоохранение, образование, культура – во всех сферах есть движение вперед. Отдельной строкой стоит тема транспортной доступности и строительства дорог. «Есть вопросы, касающиеся, условно говоря, более локальной, как-то, например, съезд с Володарского шоссе, который мы все-таки к 15-17 мая ждем с завершением и возможностью открытия. Есть полностью наши муниципальные, скажем так, истории. Это железнодорожный мост над железнодорожной станцией в Расторгуево, который тоже к 1 августа, может быть, к середине августа планируем открыть». В ходе заседания депутаты могли задать вопросы главе округа, и большинство из них касалось школ и детских садов. Несмотря на отличную динамику строительства образовательных учреждений, тема эта острая, и руководство муниципалитета постоянно в поиске новых решений. Алексей Спаский рассказал об одном из них. «У нас приобретено здание для управления образованием, которое в настоящее время ремонтируется. Это на ПЛК, если представляете, они переедут туда в этом году. Стоматология переедет там, где находился центр занятости. Это позволит им, во-первых, увеличить где-то раза в полтора, может быть, даже в 1,6 площади, те, на которых они сидят. А вот из этих двух зданий, которые расположены на школьный, опять-таки, за счет средств инвестора, это ФСК будет финансировать этот проект, со строительством перехода между двумя этими корпусами тоже будет сделан полноценный детский садик». Деятельность главы и администрации округа депутаты признали удовлетворительной. В ближайшее время отчет будет опубликован на сайте администрации муниципалитета. Екатерина Коваренко, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Сотрудники московского газоперерабатывающего завода отметили 70-летие предприятия. О том, с чего все начиналось и чем живет сейчас, расскажем в нашем следующем сюжете. 70 лет назад его построили для обеспечения голубым топливом столицы. Но с тех пор московский газоперерабатывающий завод значительно расширил производство и сферу деятельности. Его продукция востребована не только в энергетическом секторе, но и в металлургической, химической, пищевой, медицинской, космической и оборонной областях. Поздравить сотрудников завода с большим юбилеем приехали представители администрации и депутатского корпуса. За хорошими производственными показателями стоит большой и огромный труд всего вашего коллектива, в котором каждый специалист ответственно и грамотно выполняет свою работу. Особые слова благодарности и признательности хотелось бы сказать ветеранам. Хотелось бы пожелать вам развития, покорить все мировые рынки, быть на первом месте, двигаться только вперед. По традиции наиболее отличившимся сотрудникам вручили грамоты и памятные подарки. Не забыли и о ветеранах. К тех, кто помогал развивать завод, не покинул его в трудные 90-е и внес свой вклад в процветание предприятия. Вера Васильевна Трудова помнит, как все начиналось. На московском газоперерабатывающем заводе она с 1976 года. Пришла работать воспитателем в ведомственный сад и благодаря предприятию нашла свое истинное призвание. Устроилась сначала лаборантом, закончила институт и в результате стала главным метрологом. Работает и по сей день. Коллектив был такой хороший, так интересно было работать на заводе. Хочу пожелать руководству, работникам завода спасибо, с кем работала и сейчас работаю, за работу в выполнении сложнейших задач для достижения целей завода. И заводу жить, работать и процветать. Сейчас Московский газоперерабатывающий завод – это высокотехнологичное предприятие, выпускающее свыше 80 тысяч баллонов газовой продукции в год. Именно здесь в далеком 1954 году стартовало первое производство сжиженного природного газа. Здесь производится система управления газовыми заправочными станциями, так называемые САУ – система автоматического управления. Здесь производятся газовые колонки. Кстати говоря, наверное, единственное предприятие в стране, которое освоило полный цикл отечественных колонок. Московский газоперерабатывающий завод – это также четыре химика-аналитических лаборатории, последняя из которых открылась в этом году в развилке. В химической лаборатории у нас проходит несколько ГОСТов на подтверждение соответствия качества продукции. То есть методом цитрования можно делать на меркоптановую серу, сероводород – очень важные показатели. В природном газе, в капремированном газе еще есть клонометрический метод. В планах руководства – расширение производства, дальнейшее развитие предприятия и улучшение трудовых условий своих сотрудников. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. В приемной местного отделения партии «Единая Россия» стартовал марафон «Наша победа». Патриотические акции и мастер-классы пройдут для детей из семей мобилизованных и воспитанников муниципальных образовательных учреждений. Первыми участницами патриотического марафона «Единой России» стали воспитанницы дошкольного отделения «Видновской школы номер один». Девочки ответственно подошли к выполнению творческого задания и сделали несколько значков, символизирующих нашу победу. Мы сегодня провели мастер-класс, сделали значки для участников специальной военной операции. Дети с удовольствием также принимали участие. Поддержать мастериц и рассказать о том, что такое патриотизм и любовь к родине, пришел депутат Московской областной думы Владимир Жук. Член фракции «Единая Россия» поблагодарил участниц марафона «Наша победа» за дружную работу и память о своих близких, ветеранах Великой Отечественной войны. Это мой прадедушка, он погиб на войне. Он оставил пять человек детей, ему было 3-4 года. Это мой прадедушка, он служил в Красноармейске, прошел всю войну. Портреты героев Великой Отечественной войны повесили на стене памяти, которая оформлена в местном отделении партии «Единая Россия». Следующий мастер-класс по рисованию будет посвящен теме «Героя СВО глазами детей». В школе поселка совхоза имени Ленина прошел слет юных инспекторов движения, а видеоотчет о нем прислал к нам в редакцию один из мобильных репортеров. Место проведения мероприятия было выбрано не случайно. На территории учебного заведения находится прекрасно оборудованная специализированная площадка. На слете присутствовало семь команд. Для ребят были организованы соревнования. В ходе них необходимо было показать свои знания по оказанию первой доврачебной помощи, правил дорожного движения и фигурному вождению велосипедов. Оценку заданиям давала строгая жюри, в которую вошли представители автоинспекции Ленинского городского округа. После подведения итогов стали известны победители. Первое место у знатоков из 11-й видновской школы. На втором – ребята из Молокова, на третьем – юные инспекторы из видновской седьмой школы. Сотрудники историко-культурного отдела Дворца культуры «Видное» совместно с телекомпанией «Видное ТВ» сняли 46-й эпизод проекта «Стихи живут повсюду». На этот раз в нем приняли участие руководство, преподаватели и студенты Московского регионального социально-экономического института. Они читали стихотворение Николая Заболоцкого «Поздняя весна». Неудивительно, что студенты и преподаватели Московского регионального социально-экономического института с радостью откликнулись на предложение принять участие в проекте «Стихи живут повсюду». Здесь активно работает литературный клуб «Другие грани», который помогает ребятам раскрыть таланты. Многие приходят просто послушать сначала, а потом вдруг начинают писать стихи или прозу. Это очень интересно. Вот студенты литературного клуба ездили на семинары молодых писателей в Раменское, в Шатуру. Для чтения были выбраны стихи поэта первой половины 20 века Николая Заболоцкого «Поздняя весна». Осветив черепицу на крыше и согрев древесину сосны, поднимается выше и выше запоздалое солнце весны. В розовато-коричневом дыме, непокрытых листвами ветвей, весь пронизан лучами косыми, бьет крылом и поет соловей. Как естественно здесь повторение, лаконически медленных фраз, точно малое это творение, их поет специально для нас. О, любимые сердцем обманы, заблуждения младенческих лет, в день, когда зеленеют поляны, мне от вас избавления нет. Я, как древний коперник разрушил, Пифагорова пенье светил, И в основе его обнаружил, Только лепет и музыку крыл. Чтение произведений русских классиков в рамках проекта «Стихи живут повсюду» проходит раз в месяц, и это был уже 46-й эпизод проекта. Максим Козлов, Кирилл Анов, Максим Константинов, Видное ТВ Солисты государственной капеллы Москвы выступили с программой «С песней по жизни». Концерт состоялся в главном доме усадьбы Тимохова-Саласкина. В программе популярны советские композиции, которые гостей вечера не оставили равнодушными. Среди них и наш корреспондент Юлия Пагасьян. Это уже второй раз, когда солисты государственной капеллы Москвы имени Вадима Судакова посещают город-сад Видное. Отмечают, что здесь очень благодарная публика и уютный концертный зал главного усадебного дома Тимохова-Саласкина. Выступать одно удовольствие. Очень понравилось. Голоса очень сильные и прямо на дрожь пробивало. И акустик очень хороший. Я смотрела все время с улыбкой. Я уже второй раз на таком мероприятии. Я в восторге с ребят, с голосов, как они двигаются в это время еще. Это просто шикарно. В этот раз капелла выступала хоровым составом. В репертуаре популярны советские и российские песни отечественных композиторов. Александры Пахмутовы, Исаака Дунаевского, Микаэла Таривердиева. Наполненные смыслом композиции. О любви, о дружбе и о патриотизме. Мне кажется, что сейчас на самом деле и наша эстрада, и попса, так называемые, они обращаются к классикам, к классикам именно песни. Потому что мало что придумано, сочинено хорошего нового. Хотя мы сегодня пели песню Сергея Трофимова. Называется она «Родина». Это очень тоже хорошая патриотическая песня, без личного пафоса, но очень содержательная от первого лица. Замечательная песня, которую он нам подарил, нашему коллективу. Среди гостей концерта и победители конкурса, который проходил в социальных сетях телеканала «Видное ТВ». Я первый раз выиграла в конкурсе какой-то приз. Столько раз всегда участвовала в различных конкурсах разных. И мне было очень приятно получить билеты и этим субботним вечером посетить такое интересное мероприятие. Программу с песней по жизни с удовольствием послушал и давний друг капеллы. Актер театра и кино Георгий Мартиросян, который имеет опыт сотрудничества с солистами. Я ничего не могу с собой сделать, у меня просто тихо выкатывались слезы. Это абсолютно, я не знаю, это то эмоциональное, что тебя точно берет за душу, и что ты не можешь ничего с собой сделать, потому что это исполнено, сложено. И вот в той самой, знаете, когда это трогает до глубины души, честно, абсолютно, как на духу. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Юлия Погосян, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова